Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию рубрики без модов, которой у нас уже так давно не было, поэтому сегодня я решил сделать новую серию, где мы будем призывать, вызывать, сражаться и удивляться чему-то, что вы узнаете чуть позже, потому что, ребята, перед этим не забываем поставить лайк, чем быстрее набрём 2500 лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Если мы, ребята, все дружно сможем собраться, поставить лайк, то 2500 лайков мы сможем набрать за 3-4 часа, и через эти 3-4 часа выйдет новая серия. Если вы этого хотите, ребята, то не поленитесь поставить лайк. Также подписывайтесь на мой канал, каждый подписчик для меня как друг, я вас, ребята, всех очень сильно люблю, поэтому я всех вас, кто ещё не подписан на мой канал, приглашаю вступить в нашу большую дружность семи подписчиков, я буду этому очень сильно рад. Потратьте на меня 2 секунды. Лайк на подписку, если я смогу, то каждого вас расцелую и также каждому вам пожму руку. Тянуть мы больше не будем и приступаем к самому видео. Ну что, ребята, что мы будем делать в этой серии? В этой серии мы добавим в наш ванильный мир босса. То есть, можно сказать, мы разукрасим наш ванильный мир, потому что иногда он, если честно, уже немного надоедает, и чем больше всяких новых вновшенств в нашем мире, тем интереснее играть. Поэтому, ребята, сегодня мы... Вы сами увидите, что сейчас будет. Это нереально огромный босс-гаст. Если вы его увидите в аду, то вы просто-напросто обострётесь, и, в принципе, это круто будет, потому что каждый раз, когда вы будете идти в Незер, то вы будете удивляться и будете настороже смотреть, чтобы никто там не появился. Но, ребята, что нам нужно сделать в первую очередь? В первую очередь нам нужно выдать себе командный блок. Он выдается вот таким способом. Потом ставим его на землю или куда вам угодно, и вписываем команду, которая уже находится в описании. Вам нужно просто зайти, скачать, точнее, скопировать, внести в ваш мир Майнкрафта, и также скачать текстурпак, потому что он вроде там... Не текстурпак, ресурспак. Он вроде там есть, потому что без него эта команда не будет работать. И нажать... Вот. И смотрите, какая-то необычная команда. Я первый раз вижу, чтобы автор команды создал вот такую махину. То есть, это уже не обычная коробочка, да, где там куча команды, блоков. Он её создал прям с креативностью. Это, если честно, меня очень сильно порадовало. Но, ребята, чтобы она работала везде, вам нужно встать на неё, ну, или просто-напросто где-то возле неё встать, и прописать вот эту команду с этого спана. Это означает, чтобы попросту команда не лагала, и чтобы она работала в любом уголке вашего мира. В принципе, ребята, всё. У нас уже всё готово. Если вы хотите, чтобы удалить вот эту команду, вам нужно накормить вот этого гаста. Мы просто-напросто ставим ему редстоун блоки в рот. И всё. Он взорвался от того, что мы его накормили. Это, если честно, офигеть как круто. Вот эта креативность меня просто-напросто убила, потому что это нереально круто. Но мы всё же ещё раз призовём, ещё раз поставим вот это сетворд спаун. Замечательно. И сейчас нам нужно пойти в ад. Но, ребята, для того, чтобы пойти в ад, нам, конечно же, нужно сначала создать портал. Поэтому сейчас мы, ребята, этим будем и заниматься. А где наша зажигалочка? Вот так. Во! Создал, поджигаем, и наш портал готов. Но перед этим, ребята, нам нужно взять необходимые ресурсы. Для чего? Для того, чтобы гаст нас не убил. Вот этот босс гаст и вот это новое добавление в Майнкрафт. Потому что он нереально сильный. Он нереально сильный. И просто-напросто, чтобы он нас не убил с одного удара, нам нужно немного приодеться. Что мы берём с собой? Конечно же, алмазный меч. Конечно же, лук. Также стак обсиден для того, чтобы построить, ну, небольшую хату. Для того, чтобы просто-напросто он не смог её пробить своими взрывными выстрелами. Также берём золотые яблочки зачарованные, чтобы просто-напросто отхиливаться. И чтобы, как я уже сказал, не умереть с одного удара. И также берём звезду ада. Да, ребята, для того, чтобы убить вот этого визер, точнее не визер, а гаста босса, нужно перед этим убить визера, как только я хотел сказать. Потому что без этого ваш лук не будет работать. Но я, ребята, сейчас всё объясню. Ну, в принципе, перед этим, хотя какие перед этим, мы уже можем топать в ад. И сейчас будем пытаться найти то, что нам нужно. Спаун этого гаста босса. Ух ты. Ух, как громко. Спаун этого гаста босса происходит в какой-то степени очень тяжело. То есть это легендарная вея. Вот если вы установили вот эту команду в ваш мир Майнкрафта, вы можете сразу её поставить на первое место. Третье место там убить визера. Второе место убить дракона. Первое место это убить вот этого босса гаста. Потому что это легендарный босс в какой-то степени. Его очень трудно заспаунить. Нереально, как трудно заспаунить. Мне кажется, даже Херебрина это намного легче заспаунить. Да, мне кажется, Херебрина намного легче заспаунить, чем заспаунить вот этого гаста. Потому что это нереально тяжело. Что нам нужно сейчас найти? Для чего нам спаун, точнее яйцо спауна гаста? Давайте, ребята, рассмотрим. Если вы не читерите, если вы просто-напросто ищите то, что нам сейчас нужно найти А знаете, что нам нужно найти? Вот, Гаст у нас где-то заспавился, я его слышал Да, где-то он был Но что, ребята, нам нужно? Нам нужно найти, в какой-то степени это можно назвать, зараженную зону То есть, что это за зараженная зона? В какой-то области вы сможете найти такое небольшое облачко яда То есть, вы сразу заметите то, что там есть какие-то спецэффекты Где-то вот тут на земле И, в принципе, это нам нужно сейчас найти Но в чем заключается сложность вот этого всего? Перед тем, как вы его найдете, вы сможете найти 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30 крепостей Даже больше Но вы не сможете найти вот это облачко То есть, вам его нужно искать очень долго Оно пропадет где-то через 10 секунд после того, как заспавится Поэтому у вас есть только 10 секунд на то, чтобы его использовать А как его использовать? Вам нужно через него выстрелить с лука в гаста Для того, чтобы обычный гаст превратился в босса гаста То есть, вы просто-напросто представьте себе ситуацию Если вы находите одно облачко вот этого ядовитого дыма На 10 крепостей И вам нужно, чтобы где-то возле этого облачка находился гаст И через это облачко вам нужно стрельнуть и попасть в самого гаста Чтобы он превратился в гаста босса Это нереально тяжело Я, в принципе, сейчас, ребята, не буду искать вот это все Я нажму на паузу и вернусь тогда, когда я смогу найти вот это облачко Если я, конечно, его смогу найти Потому что, мне кажется, что это будет действительно очень долго Во, ребята, нашел, нашел, нашел Давайте быстренько спауним газ, да пока эта хрень опять не пропала Во! Я 40, мать его, минут искал вот эту хрень В реальном времени 40 минут Извиняюсь, ребята, то, что у меня настроение вот так быстренько поменялось Но я 40 минут искал вот эту хренатень Я ее, наконец-то, нашел Я быстро заспавил этого мутанта Жопоглазого, пока эта фигня опять не пропала И вот, ребята, наш самый большой, самый сильный И самый злобный гаст в истории Майнкрафта И, как вы видите, ребята Нам нужно его как-то убить Он... Ух ты ж, нихрена себе Когда он стреляет вот этой хренью Вот этот рогатый нафиг То он поджигает большой радиус вот этого всего Это плюс У-у-у, сколько вас тут нафиг Это в первую очередь Во вторую, ребята, он может вас ослепить То есть, как вы видите, вы на короткий промежуток времени Ах, да Сейчас еще 40 минут Опять искать вот эту хрень Круто Нашел, опять нашел Ох, во! Ох, нафиг опять минут 10 искал Ребята Но когда вы его победите, то для вас будет приятненький сюрпризик, и вы увидите, что именно вам с него дропнется. Но, ребята, перед этим нам нужно его как-то убить. Перед тем, как с ним сразиться, что нам нужно сделать? Давайте, знаете, что сделаем? Давайте, вот вы сейчас увидите. Он за мной следует, но всё же я смог построить небольшой домик, и вряд ли он сможет меня тут достать. Я на это хочу надеяться. Но, ребята, как нам победить вот эту чурку с рогами прям нереально большими? Он реально такой вот здоровенный, что это просто-напросто с ума можно сойти. Иди сюда. Вот нам нужно как-то его... Ух, ты ж нихрена себе. Ух, ты ж нихрена себе, что ты тут натворил? Что ты тут натворил? Это не очень хорошо. Поэтому... Как нам его победить? Ребята, если вы будете стрелять в этого чуркистана обычными стрелами с обычного лука, то вы не будете ему наносить урон. Но для этого нам и нужна Незер Стар. То есть звезда... Ай, дайте я быстренько... Для этого нам и нужна вот эта звезда с визера. Если вы её будете держать... Ай, дайте я отсюда выберусь. Если вы будете её держать в левой руке и одновременно стрелять, то ваши стрелы начнут наносить урон. То есть всё, что вам... Всё, что вам нужно, это просто перед сражением с этим гастом убить... Ааа, убить обычного визера. То есть ничего в этом такого сложного нету. Поэтому готовьтесь, ребята. Ооо, нафиг, ща мы тебя расколдуем. Ооо, щас... В том смысле, то, что он стал реально каким-то мутантом и нам нужно его убить. Вот, ребята, щас мы... щас мы его запинаем. И если вы встретите вот такую хренотень в аду, то вы реально можете обкакаться от страха, потому что он настолько огромный, что это просто-напросто можно сойти с ума. Поэтому, ребята, я согласен, что вы с ним не будете сражаться каждый день. Потому что это было бы реально чересчур. Но всё же разочек, так в неделю можно прийти в ад и сражаться с этим нереально большущим гастом. Аа, вот ты где. Я думал, ты уже умер. Нет, говорит. Я так просто не умру нафиг. Нам нужно вып... Где ты? Ооо... Оооо! Смотрите, что это за хрень! Ещё одна вот эта хрень появилась. Офигеть. Где он? Иди сюда. Не, всё-таки мне кажется, что я действительно наношу ему какой-то урон. Лично мне так кажется. Я не знаю, так ли оно есть. Я не знаю, буду ли я ему наносить урон, если я буду его бить мечом. Если честно, это меня тоже тревожит немного. Но всё же, если он тут, если он пока что на нас не обращает внимания, то мы можем его быстренько запинать. Ооо! Залетел прямо нафиг в меня! Места тебе мало. Он умер? Или и... Он умер? Он умер! Ааа! Нафиг! Я думал, я его никогда не убью. Так, ребятушечки. А, вы очень миленькие. Ой! Ты... На тебе! Ребята! Пожалуйста, отстаньте от меня. Всё, 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 всё. Хорай, 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 хорай. Всё. Я понимаю то, что вы сейчас за своего брата заступаться будете. Но идите вы нафиг. Если я убил такого гиганта, вы думаете, я вас не убью? Мелкие. Мелкие вообще... А у меня стрел уже нету. Зашибись. Зачем я его ударил? Ох, я дурачина, дурачина. Но всё же, ребята, что это за подарочек? То есть, что вы можете найти после... Да идите вы в жопу, а? Ну, пожалуйста. Я вас очень сильно прошу. Уйдите. Вот так. Замечательно. Только там ещё их куча будет. Ну что, ребята, я смог от них избавиться на короткий промежуток времени. Потому что они сейчас опять начнут спаиваться. Вот видите, ребята, опять вот эта фигня тут заспанилась возле нас. Я, в принципе, опять смогу заспанить вот этого большущего гаста. Если бы у меня, конечно, было на это желание. Но, что самое главное, никогда не заходите внутрь этой хрени. Потому что, как вы заметили, она будет наносить вам урон. Поэтому лучше не нужно. Но что это за магическая постройка, которую оставляет гаст после своей смерти? Это фигня, в которой вы сможете найти свой приз. То есть, свой приз в честь... Твою мать. В честь того, что вы смогли убить вот этого большого гаста. И что самое крутое, то что это сделано в воздухе. То есть, после того, как он умрет, он оставит это в воздухе. Потому что, если бы он умер где-то, например, над лавой, то ваш бы приз упал бы в лаву. Но так он не упадет, а зависнет в воздухе. И это, если честно, очень даже круто. Лаву, точнее воду, вы, конечно, не можете разлить в аду. Я, если честно, про это не подумал. Точнее, затупил немного. Но, ребята, что вы можете найти вот тут? Как вы видите, ваш приз это блок алмаза. Мало, много, судите сами. Если учитывать то, что вы найдете блок алмаза после того, как вы убьете вот этого большого гаста. Ну, в принципе, согласитесь... Я опять в эту хрень залез. Согласитесь, то что... Вот, что самый прикол, я 40 минут искал вот эту хрень. Я летал по целому аду. 40 минут я нашел где-то 5 крепостей. Но я никогда не накатил вот эту хрень. А сейчас это уже третья фигня, которая заспавилась возле меня. Может, мне нужно было на одном месте стоять, а не искать ее. Фиг его знает. Ребята, извиняюсь за то, что я так разговариваю. Мне реально почему-то сегодня... Фух. Очень сложно разговаривать. Не знаю почему. Может, в связи с тем, что я все же еще немного болею. Но мне реально как-то сложновато разговаривать. Поэтому я извиняюсь, ребята, если у меня есть какие-то задышки или что-то в этом роде. Как будто я тут нафиг... Нафиг. Нафиг какой-то марафон бегаю. Да, вот смотрите. Вот эта хрень уже 10 раз спавится вот тут. Это не очень круто. Но, ребята, после убийства этого гаста вы получаете ваш законный приз. Это алмаз. Вот эта ситуация, в принципе, опа-опа-опа-опа. Вот так. Поменяли. Поменяли. Можно уже убрать. Она вам, ну, не пригодится. Если учитывать то, что вот этого босса гаста вы будете убивать, ну, разочек в неделю. Да, если не чаще. То 9 алмазов за него, ну, в принципе, такой себе приз. Мне кажется, можно бы было сделать намного больше. Вот, ребята, знаете что? Давайте устроим небольшой такой конкурс. Напишите в... Они за мной будут. Напишите... Вот знаете что, ребята? Вот такой небольшой конкурс. Напишите в комментариях, какой бы вы подарок, какую бы вы... Как это можно сказать? Не то, что приз, а какую бы вы награду хотели бы видеть после убийства вот этого босса гаста. То есть вы можете даже придумывать свои предметы в Майнкрафте. Допустим, пример комментария. После убийства вот этого гаста я бы хотел, чтобы с него выпал какой-то там меч, такое-то название, там, не знаю, правая рука гаста, что-то в этом роде, зачарованный на такое. Например, специальные там эффекты какие-то при ударе, ты наносишь такой-то урон, что там кровотечение, многое такое. То есть напишите свои идеи, может, всё-таки автор потом поменяет на что-то другое. Потому что 9 алмазов за такого гаста, мне кажется, это реально очень мало. 9 алмазов с зачарованной киркой на удачу можно найти за пару секунд. Если, в принципе, знать места. Поэтому, ребята, я не знаю, судите сами. 9 алмазов, мне кажется, это реально мало. Но всё же, ребята, напишите ваше мнение в комментарии. И также вы можете сами испытать свои способности. И сами попробовать убить вот этого гаста. Ссылочка на команду есть уже в описании. Заходите, копируйте и также пробуйте свои силы. Ребята, я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк. Мне реально офигеть, как тяжело разговаривать. Я не знаю почему. Может, ваш лайк мне поможет, но я что-то болею уже 2 недели и никак не могу выздороветь. Поэтому, ребята, каждый ваш лайк для меня важен. 2500 лайков, выходит новая серия. Чем быстрее мы наберём 1500 лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Если мы дружно, ребята, всей нашей компанией, всей нашей семьёй соберёмся, поставим лайк, то новая серия может выйти через 3 часа. Потому что именно за столько времени мы сможем набрать 2500 лайков. Поэтому, ребята, подумайте. Также я приглашаю вас вступить в нашу большой дружность семи подписчиков. Да нафиг, каждый подписчик для меня как друг. Поэтому, ребята, не стесняйтесь, вступайте. Я люблю, вас ценю, поэтому я буду очень сильно рад, если вы потратите на меня всего лишь 2 секунды. Одну на лайк, одну на подписку. Это будет действительно очень круто. Я вам скажу большое спасибо. И вы молодцы, если вы досмотрели это видео до конца, потому что не каждый досматривает. За это, ребята, вам ещё отдельное уважение. Вы действительно очень замечательные и крутые. Как я уже говорил в предыдущей серии, вы прям космические молодцы. Поэтому, ребята, я ещё раз вам скажу большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.